продолжаем серия про лампу днепродент вот она лампочка сама вот экран 1 2 который шел в комплекте я решил немножко поэкспериментировать и под себя сделать еще несколько экранчиков вот посмотрим что из этого получится экран сделан из такого же пластика вот наклеена просто желтая пленка аракал вот с одной стороны замотова нашу просеивался чуть побольше еще свет посмотрим что из этого получится получилось вот они два холодных светят довольно таки желтым на экране тут он изображен как ядовитые на самом деле он более-менее спокойный вот он теплый включаю вот он такой темный теплый желтый светит сейчас посмотрим на детали что это нам даст продолжаем капот лампочка ну капот как бы в этой части ровной это бы ушка уже на выкидку где-то порванный где-то порезанный после аварии эта часть целая значит на нем можно будет упорно потренироваться вот у меня такая есть приспособа с резиновым наконечником я сейчас попытаюсь наделать вмятинок очень хорошо видно но одной маловато будет как говорится бог любит троицу ты сейчас мы будем их выгибать один вот верхний получается холодный вверх у нас светит холодным не с теплым переключаем наоборот не с холодным вверх теплым достаточно хорошо видно посмотрим как в работе это себя покажет ну что вот вид все достаточно хорошо видно я просто почему экспериментирую вот в этих экранах в оригинальных заводских настолько высокая детализация что мне поначалу очень трудно они меня сбивают поэтому чтобы было мне полегче я решил немножко переделаться вот и как бы уменьшить детализацию постепенно привыкнув можно будет работать и в них а так сейчас поначалу тяжеловато я сейчас для сравнения поставлю оригинальный экран и то же самое сниму чтобы было понятно детализация как бы высокая хорошая но немножко мне с непривычки после руминесцентной лампы меня немножко сбивает наши опыты вот тут видно что согрень прям изумительно показывает настолько четко настолько ясно что как бы забивает сейчас меняем видно да это стандартная экрана пол называется сейчас поставим вот тут экранчик лимонного цвета и в нем то же самое продолжаем насколько высока детализация так это одна вмятина когда серьезный залом она как бы это детализация отвлекает ну это с непривычки то есть цель просто-напросто постепенно привыкнуть и перейти на опробу на стандартные экраны вот так вот выглядит вмятинки холодный свет вот так еще следующий вариант будет я изготовлю экраны для работы в полосах посмотрим что как будет это все для работы в полосах контрольных потому что привык тоже работать чтобы хотя бы одна полоска была контрольная проверочная и как бы ее не хватает ну все всем удачи подписывайтесь на канал задавайте свои вопросы если кому-то непонятно я на них если смогу отвечу всем удачи пока пока пока